Радио «Свобода» В прошлой передаче вы прочитали письмо 35-летней женщины-психолога, которой стыдно за вас, потому что вы не боретесь за восстановление Советского Союза. По ее мнению, оно, это восстановление, не за горами. У меня к вам просьба. Вы знаете ее адрес. Спросите ее, есть ли у нее дети. Должны быть. Готова ли она отправить их на войну с Украиной, Прибалтикой, Грузией, Казахстаном, и остальными странами российского ближнего зарубежья? Готова ли она подставить их, а заодно и себя с любимым мужем, тоже советским человеком, под ответный удар НАТО? Я, правда, знаю, что она вам ответит. Она ответит в коммунистическом духе. Скажет, что верит в постепенное повышение сознательности народов этих стран, в результате чего восстановление Советского Союза произойдет мирным путем. Мечтать никому не возбраняется. Но где вы все-таки откапываете писателей таких писем на свободу? Ну вот, господин Макаров, Динара Агапи свое письмо начинала с вопроса, где Радио Свобода откапывает таких пещерных антисоветчиков, как я? А вы спрашиваете, где я откапываю таких настоящих советских людей, как она? Вы обратили внимание, что она дочь гречанки и киргиза, а родители ее мужа грузинка и еврей. Для многих людей подобное происхождение не представляет никакого затруднения в жизни. Они знают, что любой человек может выбрать себе национальность по своему усмотрению. Это его личное дело, к какой нации прилепиться. Но госпожа Агапи, видимо, то ли не знает этого, то ли не хочет знать. После распада СССР девушка растерялась. Ей показалось, что раз она по крови, на половину гречанка, на половину киргизка, то не имеет права считать себя ни русской, хотя русский ее родной язык, ни украинкой, хотя живет в Украине. Так, если помните, и пишет. Уже поэтому не могу считать себя ни русской, ни украинкой. Что ей остается в таком случае? Считать себя советской. Она приписала себя к несуществующей нации. Жить с выдуманной национальной принадлежностью на первых порах, наверное, было интересно. Но годы шли и требовали что-то делать. И девушка, незаметно ставшая дамой, убедила себя, что скоро это странное положение кончится. Путинская Россия восстановит Советский Союз. Опять на сцену выйдет Советская нация. И она, Динара Агапи, будет со своим супругом в первых рядах. Я бы, господин Макаров, не стал донимать ее вопросом, готова ли она бросить своих детей в котел войны. Она не думает о таких вещах. Ей хочется, чтобы все обошлось тихо, мирно. И она верит, что так и будет. Факты для нее не существуют. Она прямо говорит, что ей чудится наилучший для нее оборот дело. От Петра Матвеевича Савина пришло в русскую службу радио «Свобода» письмо, озаглавленное так. Прошение к руководству Соединенных Штатов Америки. Читаю. Уважаемые господа, президент и вице-президент. Прошу начать борьбу с бедностью с меня, так как я являюсь наибеднейшим человеком в стране. Три восклицательных знака. Ни квартиры, ни комнаты, ни избы, ни земельного участка, ни семьи, ни работы, ни пенсии, ни денег, ни хлеба. С уважением и надеждой на ваше немедленное и положительное решение. Этому человеку под шестьдесят лет. Из его рассказа следует, что он не болен, не инвалид, а очень еще крепок. Всю жизнь с большой охотой занимался спортом. Мастер по нескольким видам. Отдавался этому увлечению весь, так что больше ничто для него не существовало. Жил в заводском общежитии, о будущем не думал, как птичка небесная. Будет день, будет пища. Но вот изменилось время, завода не стало, общежитие развалилось. Ушел он в село сторожить чью-то дачу. Спорта не оставляет. Достигает все новых успехов в борьбе со своим возрастом. И, в общем, доволен жизнью. Но однажды услышал по радио «Свобода», что в Америке есть программа борьбы с бедностью, на минуту задумался и пришел к выводу, что он и есть тот самый, кому американцы должны помочь. Один наш слушатель изобрел новую систему выборов, которая, по его словам, есть путь выхода из тупика общественного развития в реальное царство Божие на земле, в котором каждый индивидуум, как частичка всех Божьих качеств, объединяясь с другими, создает тот Божий образ, дух, который и правит миром. Называет эту систему ступенчатой. Население разбивается на семерки. Каждая семерка избирает представителя в вышестоящую семерку. Эта семерка избирает представителя в следующую семерку. И так до последней, высшей, которую, как он полагает, составят лучшие люди страны. Я вспомнил, как первый раз в России избрали сына юриста в Государственную Думу. Было письмо об этом, читал его перед микрофоном. Писала женщина средних лет, разбитная инженерка. Вышли всем подъездом из дома, вспомнили, как этот шут обещал каждой бабе по мужику, и пошли со смехом на избирательный участок. Да всем подъездом, не переставая смеяться, за него и проголосовали. Так распорядилась матушка Россия долгожданной свободой. А наш слушатель Леонид Семикаракоров пишет, и после тех выборов, по-моему, тоже писал, что только тогда в России будет демократия, когда подсчет голосов будут проводить дословно не главы администрации, а независимые западные наблюдатели. Ну и что, Леонид? Ну, посчитают они самым тщательным образом голоса тех хохочущих женщин. И что изменится? И вы, ведь от этого не перестанете верить, что посредством Путина Россией правят, по вашим словам, заповеди красного дракона, низверженного с неба в 1908 году. Ваши предки верили, что не Россией, а Западом правит падший ангел, свергнутый с неба и грохнувшийся где-то в пойме Рейна. Но они не указывали, в каком году это произошло, а вы вот и год знаете, когда красный дракон появился в России. И что вы позволите западным наблюдателям убедить вас, что никакого дракона не было? Я уверен, что самое большее, на что они смогут рассчитывать, что вы уточните год его падения. Будете верить, что свалился он не в восьмом году, а, скажем, в пятом, год первой русской революции. И не под Симбирском, а в районе Красной Пресни в Москве. Пишет господин Шаров из Самарской области. Я этим своим письмом намерен проверить, что такое хваленная ценность западной демократии, свобода слова. Проверка заключается в том, что я в одном конверте с этим письмом посылаю вам свое обращение к правительствам нашей планеты. И касается это обращение не только их, но и буквально каждого человека современной цивилизации и большинства их предков, потомков. Посмотрим, как вы с этим обращением обойдетесь. Думается, не лучше, чем российские власти. То есть проигнорируете. А все же вдруг ваша свобода слова не брехня западных власть имущих. Е. Шаров в приложенном письме всем правительствам планеты предлагается бросить все дела, объединить государственные бюджеты и решить, наконец, две самые важные задачи человечества. Обеспечить всем бессмертие раз, воскресить мертвых два. Мечта о бессмертии господин Шаров носится в воздухе давно, несколько тысяч лет. Издавна же многие ждут и воскресения мертвых для Божьего суда. А вот мысль о том, чтобы подключить сюда науку, возникла сравнительно недавно, в конце позапрошлого века. Был такой религиозный философ. Федоров Николай Федорович ничего так не желал, как вытолкнуть человечество в космос, чтобы оно заселило всю Солнечную систему, как минимум. А чтобы хватило материала для этого, предлагал немедленно, неминуты заняться воскрешением всех, кто когда-либо жил на Земле. Пусть люди данного поколения воскресят своих родителей, те своих, и так, видимо, до тех пор, пока не явятся во всей своей наготе Адам и Ева. Сделается это, по его расчетам, не Богом, а наукой, или Богом через науку. Никто иной, как этот писатель, дал идею космических полетов Калужскому учителю Циолковскому. Учение Федорова называется «Философией общего дела». Первый раз это все было напечатано ровно сто лет назад. Работал он библиотекарем в Румянцевском музее в Москве. На досуге разрабатывал этот и другие проекты, как, например, управлять явлениями природы на Земле и небесными телами в космосе. Письмо из Москвы. Я полиграфист, 25 лет стажа, за это время работал в нескольких местах. Не встретил ни одного честного работодателя. Трудового кодекса в России на деле не существует, как не существовало его и в Советском Союзе. Обманывают рабочих на каждом шагу. Стараются выкинуть за ворота неугодного. Последнее место моей работы – заместитель директора фирмы. Зарплата – 1700 долларов. Рабочие печатники получают по 400 долларов. Сутки работают, двое отдыхают. В итоге – 60 часов в неделю. Отпуск – две недели. Зарплата выдается черным налом. Официально – 150 долларов. Такие порядки повсеместно, продолжает автор. Наши советские профсоюзы до сих пор делят собственность. Госорганы ни черта не делают. Налоговые службы преследуют ЮКОС. А простые люди заинтересованы в соблюдении законов не ЮКОСом, а прежде всего на своем конкретном предприятии. Все хотят получать белую зарплату. Мне эти порядки не понравились. Пришлось уйти. В целом стало хуже, чем при Ельцине. Стало больше черных зарплат, даже там, где раньше этого не было. Зато стали правилом показательные порки, устраиваемые Кремлем. Уехал бы, да поздно. Мне уже под пятьдесят. Говорится в этом письме. Хуже, чем при Ельцине. Так, думаю, могли бы написать многие. Стало меньше свободы в стране, стало больше бесправия на производстве. Когда было свободнее, люди меньше боялись хозяев и начальников. Тут связь прямая, она не обязательно выражается в трудовых спорах. До них просто не доходит, если вокруг предприятия, во внешнем мире чувствуется дыхание свободы. К сожалению, об этом не задумываются те, кто говорит. Зачем нам свобода слова, выборов? Нам семьи кормить надо. Россия после Ельцина не остановилась. Страна потихоньку накапливает жирок. Но ее движение к свободе остановилось. Последовал откат. И это ощутили на себе люди, называющие себя работягами. Тут уместно знаменитое изречение. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Раз стали ходить с троем депутаты, мэры, губернаторы, будете ходить с троем и вы. Рабочие и служащие. Письмо без подписи. Дорогая радиостанция «Свобода», пишут вам жители поселка Барвиха под Москвой. Наше телевидение рассказывает сказки, показывает рекламу и болтает о достижениях. Все тишь да гладь да божья благодать. Может быть, вы сможете нам как-то помочь в борьбе с нашими алчными олигархами, правителями необузданными, захватчиками, негодяями, предателями, подонками. Сверху дописано «варягами». Ведь они всех достали. Аппетиты их беспрестанно растут, а совесть отсутствует вовсе. Наш поселок Барвиха с прилегающими к нему деревнями образовался в пятнадцатом веке, а возможно и раньше. За этот срок люди-аборигены, естественно, много чего возвели и создали, оккультурили. А теперь эта воровская шайка, придя к власти, все у них отобрала, захватила, обворовала, обездолила людей, а их самих сгоняет в гетто. Земли превратила официально в неподлежащие пахоте, застроила своими вилами, коттеджами, ресторанами и развлекательными заведениями. Местным жителям, продолжает автор, некуда выйти с детьми. Леса выкуплены и бесконтрольно вырубаются, скотину выпустить некуда, даже козу. У детей Путин умыкнул Барвихинский замок, в котором они, занимаясь в различных кружках, проводили свободное время. Теперь там справляются балы для всяких негодяев. И вот они отрываются, взрывом петард, фейерверком, салютом нет конца. Сколько денег летит в небо, счета нет, а с людей сдирают последнюю шкуру. И даже пожарные пруды, которые люди вручную копали, засыпаны под вилы. Настроили себе бассейнов, воду берут нашу. Ведь это же как надо ненавидеть собственный народ, чтобы класть его прямо заживо в могилы. А ведь Америка утверждает, что она из демократических чувств защищает людей во всех странах. Что же по поводу российского геноцида, сплошное молчание с ее стороны. А Путин и в ус не дует. Наверняка опять останется у власти. И опять Америка будет молчать. Прошел Ельцинско-Путинский мор по России. Этих негодяев прилюдно, показательно следует четвертовать, а не оказывать им почести, да еще горбача меченого. Туда же. Такая сделана приписка к этому письму. Опять и опять вспоминаю слова того американца, который сказал, что миру не угодишь. Утром он кричит, чтобы Америка ни во что нигде не вмешивалась. А вечером почему она на все смотрит сквозь пальцы, не спешит наводить порядок. Большинство россиян, половина уж точно, вслед за Путиным, денно и нощно окорачивает Америку. А другая половина, как и автор письма, которые вы только что слышали, просят и больше чем просят, требуют, чтобы она вмешивалась в российские дела, защищала их от власти и бандитов. Не могу сказать, что письмо из Барвихи мне понравилось. Слишком много в нем ненависти. Конечно, душа уязвляется при виде такого неравенства, как в России, особенно в Москве и ближнем Подмосковье. А с другой стороны, отмечаешь, что капитализация России растет. Страна не беднеет, а богатеет. Все дороже каждый клочок земли в привлекательных местах. В свободных странах с течением времени разрыв между богатыми и бедными сокращается до такой степени, которая не чревата бунтом. Это происходит во многом стихийно, словно в обществе действует инстинкт самосохранения. Богач не может не тратить своих денег. Таким образом, он дает заработок все большему числу людей. И все больший заработок. Они тоже тратят свои деньги. То есть дают заработать друг другу. Была бы свобода и порядок. Тогда и справедливости будет больше. Уважаемый Анатолий Иванович, сразу извините меня за почерк. Следующее письмо. Мне 87 лет. Как и все мои друзья, я плохо вижу и слышу. Мы, большая группа офицеров в отставке, участников войны, неоднократно обращались и к Путину, и в другие инстанции. Но ответа не получили. Мы нужны были только тогда, когда страна была на краю гибели. Я, полковник в отставке, прошел войну от звонка до звонка. Горел в танке, имею три ранения и пять боевых орденов. Командовал гвардейским танковым полком. Моя пенсия в пределах 11 тысяч рублей. Мой сын, бывший директор завода, получает 4 тысячи пенсии. Его стаж 42 года. Дочка окончила техникум. Стаж 20 лет. Но служила в одном из госкомитетов чиновницей. Перекладывала бумажки из одной папки в другую. Ее пенсия 17 тысяч рублей. В какой еще стране это может быть? Только в стране дураков. В стране Путина. Добавлю, что после убийства Политковской его авторитет равен нулю. Не по сеньке шапка. Моему другу бросили в почтовый ящик листовку с маленьким портретом Путина и с надписью «Хайль Путин». Это был ему подарок ко дню рождения. Сегодня у меня собралось 9 человек, все участники войны. На всех имеется 21 ранение и 28 орденов. Выпили по стопке, но не за здоровье Путина, а, как вы понимаете, наоборот. Хотя мы люди не злые. Тост поддержали единогласно. Не хотелось бы, чтобы вы называли мою фамилию. Письмо без даты, мятое. И видно, что его разглаживали. Так и вижу обожженную руку танкиста на листке. Долго пролежало оно в кармане старого офицерского кителя. Неправду пишет заслуженный старик. Авторитет Путина в России неравен нулю. Перед нулем можно смело поставить семерку. Ошибки не будет. И согласно последним данным, почти половина россиян уверены, что Европейский Союз представляет собою угрозу для России. Это такие серьезные цифры, что вряд ли их можно объяснить одной пропагандой. Людям нужен вождь, и они его любят. Людям нужен враг, да при том в лице целого континента. И они его ненавидят. И больше 70% жителей страны не считают себя европейцами. Это тоже в порядке самоутверждения. Вот так бывший советский человек осваивается в новом для себя качестве, в качестве русского человека. Читая это письмо, вспомнил недавнее признание композитора Софии Губайдулиной. Она живет в Германии. Говорит, что в России уже не была бы жива, не выдержала бы вокруг себя столько злобы и пошлости. Следующее письмо. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Вы прочитали письмо о сельском жителе, который держит два участка под картошку, один для себя, другой на продажу. В начале девяностых, когда кое-что было возможно, мой приятель Игорь Негелев решил стать частником и взялся за ремонт обуви. Для этого арендовал подвал вместе с еще одним сапожником. Занимались они лишь одной операцией. Пришивали к подошве самый край оторвавшегося верха. Операция трудоемкая и стоила по тем временам пять рублей. За день можно было починить две-три пары, что и делал мой приятель. А его напарник делал пять-шесть и подсмеивался над Игорем. А тот говорил, понимаешь, если хоть немного схалтурю, ночь не сплю и не успокоюсь, пока не переделаю. Прошло немного времени, и к его напарнику клиенты перестали обращаться. А Негелев взял себе помощника, обучил его и следил за ним. Но аренда и налоги вытеснили его. И теперь он в Бостоне шьет сапоги американцам. Такое впечатление, что России не нужны честные работники, продолжает автор. Нет им здесь места. Мой сын купил автомобиль Ford Focus Всеволжского завода. Сразу видно, чья сборка. Это уже не совсем Ford. Это уже наполовину Жигули. Намучились мы с ним основательно. То не сбрасывал, то не держал обороты холостого хода. Сервисное обслуживание практически отсутствует. И вот если подумать, то почему машина должна быть хорошей? Ведь тот, кто ее собирает, купить сам ее не может. Зарплата не позволяет. Немец собирает машину для себя, брата, друга или соседа. А если на экспорт, то так, чтобы я сказал, да, это сделано в Германии. Так заканчивается письмо. Салават Фатыхович Сахибгареев из башкирского села Мраково напечатал в кумертаусской городской типографии тиражом сто экземпляров книгу своих статей и рассказов под названием «Прозрение». Я сразу же взялся, — пишет он, — распространять ее среди односельчан, то есть продавать. Я думал, книга моя всколыхнет всю округу, вызовет у людей громадный интерес, заставит их покупать ее, спорить о ней, но я ошибся. Людей в настоящее время книги интересуют меньше всего. Тем не менее, человек пять-шестью в Мраково с моей книгой ознакомились. Их страшно удивило, как мне разрешили напечатать в книге статьи, содержащие резкую критику деятельности КПСС и идеологов местной районной портократии. Ведь у нас до сих пор запрещено ругать КПСС и бывших российских партначальников. Десять лет назад меня за то, что я эти самые статьи рассовывал по почтовым ящикам, вызывали к прокурору. Могут вызвать и сейчас. В книге моей много опечаток. Да и грамматических ошибок тоже, думаю, хватает. Но, несмотря на это, она, надеюсь, вам, Анатолий Иванович, понравится. Желаю вам всего самого хорошего. Салават Фатыхович Сахиб Гореев. Спасибо, Салават Фатыхович. Желаю и вам, чтобы следующую вашу книгу постигла лучшая участь. Публика, как известно, дама капризная. Но вы правильно пишете в первых строках одного своего рассказа. Жизнь интересна тем, что предсказать развитие событий в ней очень сложно. На волнах радио «Свобода» закончилась передача ваших письма. У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok